Примерами в стриме я пытался вас соблазить. Да меня вообще соблазить ничем невозможно. Даже, я вам серьезно говорю, на большее количество примеров. Вот вы заметьте, что я никогда специально не рекламируюсь. Я просто использую те возможности, иногда рассказываю про курсы, которые вы мне сами даете. Смотрите, дуть в дуть. Что-то говорит, 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 потом, вы знаете, я тут недавно выпил такие-то таблетки, у меня такой стояка начался. Господи, боже мой. Ну, покупайте такие таблетки. Я-то этого не делаю. Понимаете, не делаю. Ну, бывают случаи, когда могу похвастаться. Больше примеров. Больше примеров я вам в следующий стрим могу дать, это отзывы. Да, один просто сказал, говорит, если бы в 45 лет адвокат, взрослый уже, он говорит, Михаил Юрьевич, если бы я знал все это раньше, боже мой, сколько бы времени я сэкономил. Понимаете? А вы говорите, денег нет. Деньги всегда есть. Либо деньги всегда можно найти. Не миллионы же, правильно? Долларов. И не на машину же, за полтора лимона, который через пять лет превратится в хлам. Речь-то идет. Максимум, кстати, 25 тысяч, это курс русской искусственной литигации. Его я снижать не буду никогда. Потому что это вообще уникальная вещь. Если про профессиональные документы где-то что-то можете прочитать, или сами что-то додуматься, читая Канемана там и так далее. Ну, вряд ли, кстати. Потому что у меня использовано, я перелопатил конъективную психологию, я перелопатил психологию, я перелопатил американские источники по написанию, я перелопатил то-то, то-то, то-то. Да я столько времени потратил на это время, что в 6 тысяч курс это копейки. Я вам замечу, что вы никогда, подчеркиваю, никто из вас, никто в России, подчеркиваю, пока не сделал то, что сделал я. 99,99 в периоде юристов никогда к этому сами не придутся. Вот и все. И даже если будут упираться, и даже если будут тратить времени, вы столько потратите время, идя путем проб и ошибок, тем более англоязычные источники в основном об этом пишут, мы только повторяем, и то плохо повторяем. И то повторяют те, у кого опыта нет юридического. Более того, повторяют те и пишут те, у кого практически нет опыта судебного представительства. Это разные совершенно вещи. Продолжение следует...